Здравствуйте, уважаемые студенты! Рад вас приветствовать! У нас девятая лекция. Серьез, пожалуйста. Мы с вами уже перешагнули половину семестра, начали тему графов. В прошлый раз я рассказывал элементы дискретной математики, которые нужны будут для этого второго полугодия. И сейчас мы с вами начинаем программировать графы. Первое, что мы должны будем делать, это упаковать графы в память. Давайте с вами рассмотрим варианты хранения графа в память. Оказывается, все не так однозначно. Есть много разных способов это сделать. И эти способы будут означать разное время работы на разных задачах. То есть, в принципе, мы можем выбрать ту или иную форму, которая нам больше подходит под конкретную задачу. Итак, давайте посмотрим на то, в принципе, что нам предлагает математика. Само определение графа предлагает нам что? Граф – это множество вершин и множество ребер. То есть, первый логичный способ – это взять, написать список вершин, да, список вершин, да, плюс список ребер, плюс список ребер. Это реальный вариант, так можно сделать. Так можно вполне сделать. То есть, у нас будет множество V, или список, или множество. Это уже вопрос отдельный. Сейчас, кстати, про это коротко можно поговорить. Давайте, да. Вот V у меня будет, в котором у меня будут, ну, кто? А, В, С, Д. Ну, сколько вершин мы сейчас… Вот, давайте, какой-нибудь самый тривиальный граф, который только можно себе представить. Возьмем. Да, какой граф самый тривиальный, который можно себе представить? Вот вершинка А соединена с вершинкой В, соединена с вершинкой С. Ну, давайте я третье ребро добавлю хотя бы немножко еще, да. И еще с вершинкой Д. О, три ребра, четыре вершины. Ну, вот, соответственно, у меня что будет сейчас. На самом деле, это еще интересный вопрос. Как мне хранить вот эти вот вершинки, да. Я же названия здесь раздаю, когда рисую А, Б, Ц, Д, написал. А в памяти мне хранить эти названия или нет? Вот давайте я сейчас пока буду озадачиваться тем, что я храню. Причем сейчас я, может быть, на одну секунду буду отшагивать от того, как это записывается на питоне, хотя мне хочется сразу написать это на языке программирования. Вот я уже сразу пишу на языке с использованием сета. Ну, потому что фигурная скобка – это сет, это множество, да. И я сейчас, раз уж так дело пошло, то я в кавычках сюда напишу А, Б, Ц, Д. А в кавычках, запятая, В в кавычках, Ц в кавычках и Д в кавычках. То есть это название вершин. Это список вершин. И список рёбер давайте. Е. Я… Интересный момент. Я написал список вершин и список рёбер, а пишу по определению графа, именно множество. Почему? Ну, потому что, когда я захочу определить факт того, что вершина принадлежит списку вершин или нет, это вообще вершина или нет? Есть какой-то объект. Это вершина. Если я буду использовать реально список, как тут написано, а принято так писать, я пишу, как это обычно называется. Если я именно список с квадратными скобками напишу, то операция, проверка, что некий х in v, что этот некий х принадлежит множеству v, будет что? Линейный проход по всему этому списку. Зачем мне это надо время тратить? У от n, а учитывая, что у нас размерность графа, да, не размерность, прошу прощения, а как называется, я забыл уже, множество, мощность множества вершин, называется… Я помню, что размер графа – это количество рёбер. Порядок. Спасибо большое. Какой порядок графа? Да, то есть пропорционально порядку графа. У от n. Это слишком меня не устраивает, не хотелось бы. А если это множество, то какая у меня получается скорость поиска асимптотика? От единицы. Потому что сет проверяет по хэшу. Это хэш таблица, сет, да? Хэш таблица, поэтому поиск в хэш таблице от единицы. Поэтому факт определения, вершина – это моего графа или не вершина, не будет зависеть от количества, от порядка этого графа, от количества вообще вершин. Это меня очень устраивает. Поэтому если уж вдруг вы будете пользоваться именно вот этим… Обычно я раньше, в прошлые годы, просто называл список рёбер. Дело в том, что если хранить только список рёбер, то не получается хранить изолированные вершины. А они… почему? Нет. Они должны иметь право на существование в графе. Изолированные вершины тоже должны. Граф изолированные вершины не получится хранить, если в нём… Поэтому я теперь буду называть это дело «список вершин плюс список рёбер». Соответственно, список рёбер, что из себя будет представлять? Нет, ну если я сейчас буду писать строками, в принципе я могу так писать, да, в кавычках А, Б, да, но я буду использовать именно кортеж. Да? Что такое ребро по определению? Это неупоряд… Ага, кстати, интересный вопрос. Для Орграфа упорядоченная пара, а для неориентированного, для обычного графа неупорядоченная пара двух вершин из множества В. Ну, я это реализую кортежем. Я реально буду всё время писать кортеж. Да? Но если это не ориентированный граф, то фактически надо было бы писать микромножество. Так сказать, да, микрокортежики, у которых не важен порядок. Ну, неудобно так пользоваться, всё-таки у меня будут кортежи. Просто я буду подразумевать, что если вдруг я пользуюсь этим как обычным графом, то порядок двух вершин вот здесь не имеет значения обе вершины корцы. Понятно? При этом я не буду хранить ребро два раза в этом списке. Ведь ребер-то здесь должно совпадать с количеством реальных ребер. да? Вот оно ребро, пожалуйста. Просто порядок не будет подразумевать. Итак, поехали. Что у меня будет? А, запятая, Б в круглых скобках. Круглые скобки это кортеж, если через запятую написано несколько величин, да? Кортеж А, Б, ребро, да? Дальше. Какой ещё я напишу? Б, С, Б, С, кортеж. Второе ребро я записал. И третье ребро, С, Д. С, Д. Супер. На этом я закончил описание списка ребер. На этом граф, собственно, назовем. Капу. Скорость определения есть между вершинами ребро или нет? То есть смешные они или не смешные? Ну или как это? Соседние, да? Соседние вершины или не соседние? Очень быстро, если это множество. Если это будет список, то от М. Ну, допустим, я сейчас буду считать, что у меня Н – это у меня порядок графа. Граф. Ну, я его буквой Ж назову, коротко, да? А М – это у меня размер графа, то есть количество ребер. То есть у меня 4 порядок, да? Количество ребер, 3 в данном случае. Так, и что же получается? Что же получается? Что у меня множество позволяет быстро проверить факт ребро, не ребро. Да, и быстро можно проверить вершина, не вершина. Принадлежит ли она этому графу. Что еще бывает? Вот какая еще есть вещь, которую надо проверять быстро? Кроме факта проверки соседа по двух вершинам, если это не ребро. Перебор всех соседей. И вот тут оказывается, все плохо. Именно задача перебора всех соседей, которая нужна для поиска путей, для всяких обходов, она к чего потребует? Вот, допустим, у меня есть некая вершина, там, Х равно, не важно, Б. И мне надо перебрать всех ее соседей. Как я буду это делать? Вот, если бы мне сказали какую-то конкретную вторую вершину, Б, С, пожалуйста, я раз и в множестве Е проверяю. Кортеж Б, С, ИН, Е, и у меня операция ИН за О от единицы мне выдает, независимо от размера этого списка, за О от единицы выдает мне факт. Смежно-несмежно. Правда? Соседняя или несоседняя вершина? Тишина такая. Спрашивайте, если что, хорошо, мне надо полной тишины. Вот. Но если мне реально надо перебирать всех соседей, то получается так. Вот я взял вершину Х, допустим, она равна Б, и пошел, говорю, ну я знаю, у меня есть список всех вершин, множество, но это не важно. Оно позволяет итеративно доставать из него очередную вершину. Вот я, for vertex in V. For vertex in V. Или neighbor даже. For neighbor in V. И перебираю всех соседей. Всех, точнее, я же не знаю, кто соседей. Перебираю все вершины. То есть я перебираю N фактически вершин, и для каждой пары, к моему Х, я вот это вот беру, neighbor, да, и говорю, X neighbor in E. То есть оно является ребром. Вот это парочка. Да, я за O от ереницы узнаю факт, является ли ребром, но реальное количество операций, которые мне потребуются, какое? Порядка G. То есть сразу, вот я к этой форме хранения, пока мы далеко не уехали, сразу возникает вопрос очень важный, да, это O от N требуется, да, вот порядка, на перебор соседей. На перебор соседей. Вершины V. Ну, какой-то конкретный, определенный вершин. Понятно, да? Что будем делать? Давайте откажемся. Откажемся от этой формы хранения и вспомним времена школы, школьной информатики, ЕГЭ по информатике. Там была такая штука, называется матрица. Я не знаю, называли ее или нет, но я назову, как она на самом деле называется. Вторая форма хранения. Называется она матрица смежности. Да, все нормально. Матрица смежности. Что это такое? В этом случае я, в принципе, не отказываюсь от списка вершин, но поскольку тут тоже звучит слово матрица, я список вершин, если уж у них вообще есть название, честно сказать, хотел бы иметь именно списка. То есть, короче говоря, благодаря списочной структуре я смогу произвести соответствие между чем? Именно именами вершин и их индексами, потому что в матрице я буду хранить информацию, и это только в школе я могу написать, вот как там в школе показывали, вот так вот, А, В, С. Не, реально, в памяти я буду делать список списков, там, извините, по индексам, причем от нуля до М-1, да? Понятно? Вот, собственно, так и будет. От этого никуда не деться. Поэтому, что на самом деле я сделаю? Я вынужден буду поддерживать множество вершин, ну и в данном случае... Нет, на самом деле я могу реализовать это интереснее. Мне же надо будет два перехода делать быстро. Один быстрый переход между названием вершины и ее индексом, а второй быстрый переход между индексом и названием вершины. Правильно? Правильно? Для того, чтобы совершать быстрый переход между индексом и названием вершины, от индекса к названию переходим, это сделать легко. Я действительно пишу список вершин. Да, в этом случае что я делаю? А, я сейчас тривиально сделаю. А, нулевая, В, первая, С, вторая, и В, третья вершина, всего четыре вершины. Включаем любую, да? Но если я заинтересуюсь обратным переходом, что мне надо будет сделать? Я хочу создать структуру данных, чтобы потом... Мне не жалко памяти. Памяти не жалко, но нужно очень быстро переходить от названия вершины к ее индексу матрицы. Как? Словарь. Абсолютно верно. В этом случае можно использовать словарь, который будет мне доставать ее индекс. Я назову его словом индекс, этот словарь, и сделаю его следующим образом. Посмотрите сюда. Я вот этого мог не показывать, когда рассказывал про словари. Сейчас я напишу дикт компрехеншн. Когда я рассказывал вам про списки, я в какой-то момент достал вам на сушеля прилист компрехеншн. Назвал его как? Генератор списка. Сразу сказал, плохое назвать слово. Генератор в питоне для другого используется. Но так в литературе пишут. И второе, списковое включение. В питоне есть еще и словарные включения. По-английски это звучит понятно. Так, компрехеншн, как бы общий потребитель, вот здесь дикт компрехеншн, есть сет компрехеншн, есть дикт компрехеншн, тапл компрехеншн есть. Так вот, что я здесь напишу? Я напишу здесь вот такой генератор словаря, который сгенерирует мне словарь. Я открываю фигурную скобку и напишу здесь что? Сейчас скажу, как мне это проще будет сделать. Дело в том, что мне хотелось бы это сделать по В, но, пожалуй, все-таки рейдж будем использовать. Значит, что я буду делать? Я хочу сделать В Итой, Итой В поставить в соответствие индекс И В Итой поставить в соответствие индекс И для И for I в рейдж лен В лен В это фактически то, что я там называю Н, когда я пишу это. Ну, я тут напишу, чтобы это было консистентно, потому что тут я переменная Н еще не вводил. Логично, я список, короче говоря, развернул обратно, чтобы индекс был ассоциативным массивом, и он по В Итому возвращал мне индекс этой вершины. Быстро, без лишнего поиска по этому списку, где что-то эта вершина валяется. То есть, еще раз, я сейчас создал отображение множества индексов на множество всех вершин, все, вопрос закрыт. Закрыт вопрос? И еще раз я сказал, что это обязательно не множество, а список. Я, конечно, могу, если мне будет строго, нужно быстро определять, вершина это или не вершина, хотя, на самом деле, вот эта задача редко встает, факт, вершина это или не вершина. Но если мне это понадобится, я могу рядом еще множество тут создать. Или сделать вот эту вещь тоже как словарь, в котором цифрам будут соответствовать названия. А впрочем, знаете, вот этот индекс, не нужен мне второй словарь, потому что индекс у меня, являясь словарем, имеет кис, вершин, название вершин. Значит, я могу просто проверять, что что-то принадлежит индексу. Короче, это отдельный вопрос. Давайте, наконец-таки, двинемся к этой самой матрице смерти. Как ее записать? Я ее сейчас назову буковкой А, ну, как типа array, да, я назову больше большой буковкой А. Что я в ней буду реально записывать? Вы знаете, все-таки я на секундочку отойду от питона, нарисую матрицу, а потом сотру линии и припишу туда скобки и запятые. Вот у нас, я уже договорился, как выглядит мой граф, да? А, Б, С, Д. Слушайте, то, что вам в ЕГЭ рисовали, это не матрица смежности. Это некий гибрид между матрицей смежности и весовой матрицей. Ну, нельзя в памяти компьютера хранить отсутствие значения у клетки. Нет, в питоне можно хранить значение нам. Я проверяю, что он там из нот нан, да, перед тем, как спрашивать, какое значение там веса. Вот, но обычно матрица смежности, она хранит в себе нолик, если ребра нет, единичка, если ребра нет. Итак, я вот сейчас нарисую, еще расскажу, сейчас тут появится, я все постираю обратно эти вот палочки и нарисую запятые и скобочки. Вот, но фактически, вот у меня идет вершина А, В, С, Д, да, нулевая, первая, вторая, третья, да, и здесь А, В, С, Д. Что мы знаем про матрицу смежности? Матрица смежности, подходит для простых графов. Вот здесь я сейчас никаких оговорок не делаю. Правда, возникает вопрос, вот это уже самой формы хранения питоновской, это же не мультимножество, это просто множество. То есть, два раза одно ребро, у которого одинаковые концы, хранить здесь, но не получится. Ну, разве что, если это будет орграф, то можно хранить ребро АБ, ребро БА, это разные кортежи, их можно хранить множество. Но два кратных ребра не получится. Кратные ребра не получится хранить, а значит, граф придется хранить простой, касательно вот этой формы хранения. А здесь такая ситуация. В принципе, в матрице смежности я могу указывать количество кратных ребер. Итак, давайте начнем. Ребро АА есть или нет? Петля такая. Ну, нет, петли нету, да? Значит, поэтому я ставлю ноль. АБ. Есть ребро? Есть. АС нету. АД нет. БА. Есть ребро. ББ. Есть ребро? Нету ребра. БЦ. Есть ребро. БД. Нету такого ребра. СА. СА. Нету. СА. Нет такого ребра, да? СБ. Есть такое ребро. С. С нету ребра. И СД есть такое ребро, да? ДА нету. ДБ нету. ДС есть, да? ДД нету. Очень важное свойство есть у матрицы смежности. Вы, наверное... А, ну вы же все почти второй курс. Впрочем, первокуры уже знают про матрицы из аналита. Да? Успели? Первый курс, поднимите руки. Слушайте, большинство первых курсов. Больше половины. Вам молодцы. Второкурс, значит? А второкурсники поднимут руки. Не, ну тоже немало. А третий курс? А? А что тут за мной? Ну, мало ли. У меня были в прошлом, позапрошлом году вольноходящие, вообще-то, с четвертого. Так вот. Что мы знаем про матрицу? Ну, во-первых, мы знаем, что вот эта штука называется главная диагональ. Да? Еще мы можем сказать, что эта матрица точно квадратная. Почему? Да потому что я тут соотношу множество объектов с самим собой. Эта матрица не такого типа, где там у меня мальчики и девочки, и я плюсиками проставляю их там в отношениях, да? То есть у меня мощность вот этого множества, и вот этого совпадает, потому что это одно и то же фактически множество в соотношении с самим собой. Понятно? Так. И еще. То есть у меня реально раз квадратная матрица, да? Вот она главная диагональ квадратной матрицы. Побочная диагональ меня сейчас как раз не интересует. Я что могу сказать? Все петли находятся на главной диагонали. Раз. Это петли. Да? Второе. Если граф является ориентированным, то я это точно замечу. Если он фактически ориентированный, да? Есть ситуация, когда у меня есть граф ориентированный, но он полностью двухсторонний, то есть у меня ребро туда и ребро обратно, и для каждого ребра есть ребро обратно, но это такой странный ориентированный граф, в котором ориентированность фактически не проявляется. В котором мы просто подчеркиваем, что он ориентированный. На самом деле он просто двухсторонний. Ну, на самом деле отличие все-таки есть, потому что там все-таки к вопросам о эйлеровом цикле, например, там же два раза, они считаются разными ребрами. То есть все равно по нему можно будет вернуться, не будет считаться по тому же ребру. Ладно, к этому вернемся. Вопросы. Если граф у нас не ориентированный, то матрица обязана быть симметричной относительно этой самой главной диагонали. Понятно? Ну, по-любому она должна быть симметричной. Вот так вот. Потому что если есть ребро А, Б, то обязательно есть ребро Б, А. Понятно? Это оно же. Это оно же. При этом сумма всех единичек равна удвоенному количеству ребер. Потому что каждое ребро, ну, правда, кроме петли, входит сюда два раза. Понятно? Ну, если граф простой, то есть если у меня нет петель и нет крапных ребер, то есть мне не надо нигде тут двоечку ставить, да, или троечку, а потому что там несколько ребер есть. Если граф простой, то есть только единички и на диагонали на главной нолике, то я об этом сильно не волнуюсь. Где тут можно увидеть такую вещь, как степень вершины? Что такое степень вершины? Количество? Количество инцидентных ею ребер. Сколько дорог выходит? Кстати, я одну вещь забыл произнести, когда говорил про ориентированные графы. Есть такое понятие, как исходящая степень и входящая степень. Естественно, они различаются. То есть там в ориентированном графе нужно реально отличать количество дорог выходящих, количество дорог входящих в вершину. Исходящая, входящая степень. Но я сейчас для не ориентированного буду эту матрицу представлять себе. Где тут степень вершины? Как ее увидеть? Вот, например, я хочу узнать степень вершины B. Сумма единичек в строке, да. Ну или в столбце, она симметрична. Транспонирование не подлежит, все абсолютно аналогично. По строке это проще делать. Так, ну и теперь вопрос, как это дело реально хранить. То есть мы обсудили, что такое матрица смежности, да. Надо хранить теперь. Никаких проблем. Двумерную матрицу мы будем хранить, как список списков. Да, я сейчас нолик на диагональ поправлю. Да, и все эти палочки сотру. А то, что я подписывал тут право B, C, D, на самом деле у меня хранится информация в этих двух объектах, да, у которых я смогу спрашивать, как мы называем название, название, 0, 0, 0, 0, и квадратными скобками я отмечаю. Значит, старт большого списка, списка строк. Вот пошла первая строка, да. Запятая. Первая строка закончилась. Вторая строка. 1, 0, 1, 0. Вторая строка закончилась, матрица. Третья строка. Четвертая строка. Четвертая строка закончилась, я закрываю всю эту матрицу. Какое преимущество есть у матрицы смежности. Скажите, пожалуйста. Кстати, вот тут возник вопрос, вот именно в этой форме хранения возник вопрос о соотношении индексов и названий вершин. Все алгоритмы, которыми вы будете обходить, которыми вы будете пользоваться, если вам понадобится их делать быстрыми, мощными, то лучше работать в числовых индексах вершин, а не в их названии. Безусловно, в названиях, когда это не очень большие графы, работать удобнее и красивее. Я сейчас третью форму хранения покажу, вам понравится. Но если вам надо что-то быстро отдолбить, то лучше с индексами, с числовым индексом вершин. Так, чем хороша форма хранения? Давайте разберемся с асимптотикой. Факт проверки наличия ребра. Что, например, 1,3 является ребром или не является. Мгновенно по индексу 1 я нахожу список 1, строчку с индексом 1, в ней я нахожу вершину с индексом 3, и говорю 1,3, ну, я сейчас по индексам, да, это что он сказал, это в БД получилось, да, ребром не является, но ребром. То есть, два раза поискать по индексу в списке, то есть, у от единицы, это плюс у от единицы, это у от единицы. То есть, быстрая проверка факта соседства двух вершин, факта наличия ребра. А перебор, перебор всех соседей, приехали, здрасте, приехали. Снова, то же самое, давайте я даже переписывать не буду, снова, у от единицы перебор всех соседей, какой-то конкретной вершины. То есть, мне нужно взять конкретную вершину, пробежаться по всей вот этой вот строке, и просмотреть для каждой соседней потенциальной вершины, да, потенциальной соседней, посмотреть нолик или единичка, и она является соседней, если там единичка. То есть, реально по этому списку надо бежать и смотреть один, ноль, ноль, один. Да? И вот возникает, наконец-таки, вопрос резонный. А, да, нет, я не сказал, это минус, определенный минус, определенный небольшой плюс, который пока не отличает от вот этой вот формы хранения. Но есть очень важный плюс, все-таки, у этой формы. Знаете, какой? Это ее простота реализации. Захотите написать на чистом Си? Слушайте, вот вы захотите написать на чистом Си, у вас там нет множества. На чистом Си. На Си плюс-плюс там есть хотя бы Сет, есть Анордеред Сет, есть там то, что называется МЭП, то, что в Питоне и Дикте, да, словарь, там это называется МЭП. Не путать с питоновским. В общем, там есть ассоциативные массивы быстрых в Си плюс-плюс, в современном. В современном, в смысле, там с 2011 стандарта, там появились такие же быстрые, как в Питоне. Вот это словарь множества. Анордеред называется. Потому что те, которые были там в 99-го года стандарта, что ли, да, они не такие. В 98-м год стандарта Си плюс-плюс. Они не такие по скорости. У них там логарифт по основанию 2 от И, а не у от единицы. Но все равно на чистом Си у вас этого нету. А значит, если вы захотите пользоваться вот этой формой хранения, то вы реально будете писать список. У вас будет, ну, только не список, а массив еще и фиксированного размера. Ладно, сделайте динамически, сами руками присобачите, чтобы он расширялся. Но все равно у вас будет реально список, вам реально придется топать. И даже просто на факт определить, вершина не вершина, или ребро не ребро, вам придется бежать по всему списку ребер. То есть поиск, проверка факта соседства вершин О от М. В Питоне я вам сразу показал реализацию, которая позволяет сделать это точно так же, как матрица смежности. Поэтому преимуществ мы вроде бы не видим у матрицы смежности. Но все-таки факт уже то, что эту форму хранения легко реализовать на любом, сколь угодно, убогом языке. На микроконтроллере каком-либо. Понятно? И она достаточно понятна и визуальна. То есть ее можно объяснить даже школьнику для ЕГЭ-предформатики. Она не относится к сложным вещам. И последняя форма хранения, она решает именно вот эту задачу. То есть мы все время, а как же перебрать всех соседей? А как же перебрать всех соседей? Слушайте, а давайте прям хранить. У нас же динамические списки. Есть? Есть. Давайте ими пользоваться. Давайте просто реально для каждой вершины хранить список ее соседей. Так и назовем его список смежности. Понятно? То есть я просто беру, давайте список, называется списки смежности. Часто пишут список смежности. Я тоже так писал. Но правильнее писать, как списки смежности. Потому что для каждой вершины есть собственный список смежности. Ну и на самом деле, конечно, там будет не список. Ну скажите, пожалуйста, у вершины реально есть принципиальный выбор среди ее соседей, кто из них более, как сказать, кто из ее соседей первый сосед, а кто второй сосед, а кто третий. Нет, ей все равно, они все ей смежные и все. Поэтому реально порядка соседей нет. Поэтому реально я буду туда множество пихать. Вот давайте с вами напишем. Вот у меня граф. Как я сейчас это сделаю? Я опять сейчас сделаю так. Я вначале напишу это не по-питоновски, а чисто таким вот текстом списком. Потом обравлю это вокруг. Поэтому с некоторыми расстояниями я буду записывать. Итак, что? У меня вот есть вершина А, да? И у нее я через А двоеточие. Кто у нее сосед? Я сейчас ее список ее соседей напишу. А у нее сосед Б. Больше никого. Правильно? У нее сосед Б. У Б. Кто сосед? Кто соседи Б? А и С. А, да? Запятая С. У 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 Д. И у Д. Двоеточие С. То есть это пока определение списков смежности для людей, как люди бы записали себе, да? Списки смежности. А теперь давайте это дело загоним в память компьютера. Как мне это оформить в структуру на питоне? Словарь сделать. Словарь. То есть это естественно, что все нужно взять в кавычки, да? Это все в кавычки берем. И создаем словарь. Словарь. Сейчас одна текуточку. Пошел, да? Назову его буковкой Ж. Дело в том, что вот эта форма хранения, она в каком-то смысле, она мне на самом деле, конечно, не отличается ни от какой-то другой, но в каком-то смысле, она, я назову ее прям буквой Ж, как бы граф, я буду говорить. Ой, это и есть граф, одна структура данных. Она реально обеспечит хранение в себе всей информации о графе. И мне не придется отдельно хранить список вершин, список ребер. Да, мне не придется, как вот здесь, эту матрицу дополнять одним или двумя так структурами. Да? Не надо будет. Она, вот реально, этот словарь будет хранить в себе все. Ну и я не могу поставить вот так в соответствие B сразу несколько. Мне надо заключить это в множество. Поэтому я беру, вот здесь вот я немножко расцвечу, синим цветом добавлю. Множество, состоящее из одной вершины B, множество из двух вершин. Между прочим, кстати, если у меня будет изолированная вершина, у которой не будет смежных, то ее можно сюда включить. Я напишу вершина Е, двоеточие, сет, с круглыми скобочками, пустое множество. Вершина, у которой пустое, множество смежных вершин. Пожалуйста. То есть форма хранения, даже изолированной вершины, туда же можно их понапихать. Правда? Словари и множество являются расширяемыми структурами данных, поэтому вот эта штуковина, она еще и удобна на дополнение. Потому что матрица смежности, она неудобна на дополнение. Я вдруг проснулся и говорю, а я хочу еще один город себе добавить. Еще одну на карту нарисовать. Деревушку. Это что? О, ребята, это надо добавить новый индекс. Каждый список расширяем. Нет, ну слава богу, в питоне это можно. А не дай бог, С плюс плюс или чистый С какой-нибудь. И у вас это реально двумерный массив, в котором фиксированные размеры, но вы ничего не сделаете. Полное пере... Ну как, перехеширование. Полный переезд на другой размер. Матрица. Куча времени. А тут все будет просто. Мы просто берем любую структуру. Захотел добавить ребро, просто добавь соседа в соответствующую структуру. Куда-то множество пихни, что сосед появился у той, и сосед у той появился. Мы сейчас пару алгоритмов, ну немножко алгоритмов попишем. Я белую фигурную скобку закрываю, это словарь закрывается. И после каждого множества, после каждой, точнее, пары, строка множества, строка множества, строка множества, я после каждого множества в кром последнего ставлю запятую, чтобы у нас получился корректный слог. Факт проверки ребро или не ребро по этой структуре данных. Я, например, хочу проверить, что B, D не является или является ребром. Я беру, ищу соответствующий в вершине B список ее соседей. Поскольку реально список является не списком, а множеством, то я просто смотрю, А, D за от единицы смотрю, А, D является соседом в этом. Принадлежит этому множеству, да еще и небольшому, но на асимптотику это уже не влияет. В общем, от единицы на поиск в словаре, от единицы плюс от единицы на поиск в множестве. Быстро, да? То есть мы ничего не ухудшили по первой задачке. Про факт проверки смежности. А вот вторая задачка. Вот тут самая классная песня прям получается. Я беру и говорю, когда мне надо перебрать всех соседей, я делаю это следующим образом. Посмотрите. Перебор соседей. Как мы назовем соседа? Neighbor будет. Neighbor. For neighbor in G от вертелес. In G. Ну, я там эту вершилку называл везде V, и тут я тоже, ладно, что я пишу ее V. Не знаю, я все-таки галочкой попробовал написать про вертелес. Что-то мне не нравится. Не видно, что это V. G от V. Что такое G от V? Это я за от единицы добываю объект, лежащий в словаре по индексу V. V равна какой-то из строк моих вершин. Да, там неважно какой, A, B, C или D. Допустим, B. То есть я добываю, возвращаю вот сюда в качестве результата G от V. Вот это множество А, C. По этому множеству А, C фор бежит за время, равное длине этого множества. То есть от реального количества соседей. Быстрее перебрать соседей просто невозможно. Понимаете? Ну, просто, ну как перебрать? Каждый сосед перебирает ровно один раз, сразу. Понятно? В реальных графах в жизни количество соседей примерно там 3-5. Ну, это о том, как соотносится примерно порядок и размер графа. А размер обычно больше, чем порядок. То есть все-таки в графах ребер как-то относительно много. Да, каждая деревушка связана там, ну, с двумя, а там с тремя, а уж хотя бы, да, то есть пятью там городок связан. Дорог больше, чем городок. Немного. Раза в три, в пять. Поэтому, но на одно, ну, в смысле, вот я говорю в три, в пять. Так это же 3,5 фактически будет примерно средней длиной списка смежности. Понимаете? Средняя длина списка смежности. Хорошо, 3, ну, 6, но не тысяча, не миллион. Дайте, какой мог бы быть там порядок, вот это вот, порядок графа. Для большого графа. Поэтому, конечно, меня вот это дело устраивает. Нет, ну, что я могу сделать? Я сейчас перебираю в соседней вершине. Ну, давайте их распечатать. Это уже не важно, что я с ними захочу сделать на самом деле. А что именно, тоже интересно, можно уже там будет формулировать алгоритмы. Давайте пока подождем, подождем. Сейчас мы еще до алгоритмов доживем немножко. Какие именно алгоритмы мы сможем с графом делать? Я бы сказал так, что первое, что мы должны научиться делать, это считывать граф с клавиатуры. Вот нам его будут как-то подавать, да, в какой-то форме. В какой форме нам его будут давать, скажите? Как вам кажется? Чаще всего и удобнее всего его подавать в условии фактически по определению. Ну, немножко в урезанном виде, то есть, А пробел Б, естественно, без кавычек, то есть, нам будут в каждой строке давать, не знаю, Москва пробел Санкт-Петербург, Москва, Владимир, Владимир, Тула, Тула, Санкт-Петербург, какие-то там вот, да, будут раз, 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 то есть, нам реально выдадут список ребер. Кстати, чаще всего в реальных задачках, ну, там, типа, ИСМовских, там, Олимпиадных, всяких, там список вершин обычно отдельно не выписывают, оговаривая, что изолированных вершин просто нет. Либо, если у вас вершины не имеют названий, а просто по индексам задаются, тогда вам одним числом сразу говорят все вершины. Говорят все, так, 12748. Вам говорят, порядок графов, то есть, фактически вы знаете все их индексы. Интересный момент, что в задачках чаще всего у первой вершины индекс 1, а у n-то индекс n. Вариант 1. Как с этим поступать, если вы с реальной жизнью, то вы решаете какую-то задачу на графике, да, у вас от 1 до n. Вариант 1. Сломать себе мозг и заставить себя все время перевычислять, то есть, отделить, вот это у меня номера вершин, а это индексы. Каждый раз, когда я хочу обратиться к структуре данных какой-то, ну, например, а, матрица смежная, вы выбрали матрицу смежности и на ней храните граф. То, что вы каждый раз должны будете перевести номер вершины в ее индекс, чтобы правильно обратиться. Вариант номер 2 какой? Добавить фиктивные, то есть, считать, что вот это первый список и первый элемент в каждом из списков является фиктивным, что нулевой вершины реально нету, да, а размер сделать матрицу чуть-чуть побольше, n плюс 1 на n плюс 1. Это вполне разумно, потому что, хотя это тратит лишней памяти, не так много. Но это разумно, потому что большие проблемы с программированием находятся не в том, что у компьютера оперативной памяти не хватает, а у человека не хватает памяти, а именно концентрации, да, вот временной памяти на концентрации, то, чтобы удержать и не забыть, что у вас номера соответствуют индексам. Поэтому я вам советую чисто по-человечески, если вы столкнетесь с задачкой, в которой у вас вершины с одной, с первой по n, а не с нулевой по n-1, то, знаете, сделайте себе лучше, матрицу пошире и нулевую вот строку, нулевой столбец выкиньте. Может быть, это окажется проще, чем переформулировка. вершины. Каждый раз, когда вы будете считывать с клавиатуры, не забыть перевести в индекс. Так, что мы с вами делаем? Мы с вами сейчас научимся считывать вот эту форму хранения только в приводе с клавиатуры в матрицу смежности и в списке смежности. То есть и туда, и туда будем сейчас учиться заносить это делать. Это несложно. Любите списки смежности. С точки зрения асимптотики, они оптимальны в форме хранения. И вот сам факт вот этого, это читабельно, понимаете? То есть вот раз и перебираешь соседей. Если я буду перебирать соседей в соответствии с матрицей смежности, то это будет как? For potential neighbor, ну или да ладно, for u in, и что? Range, точнее это же будет не u, а индекс u, да? u индекс in range len v. Я буду спрашивать, в этом вот for, да, пошел. Я буду спрашивать, что if a v подчеркивание индекс в квадратных скобках, вторые квадратные скобки, u подчеркивание индекс равно-равно 1, двоеточие, вот тогда, там, люди уже внутри ифа, я точно знаю, что у меня вот v индекс u индекс это ребро, то есть u индекс реальный сосед. Понятно? То есть это даже выглядит будет некрасиво. Списки смежности очень классно встраиваются в сам язык, приятно перебирать соседей. Так, ну что же, давайте с вами еще раз говорю, научимся список ребер считывать и в матрицу смежности, и в списке смежности. И еще раз я говорю, где только возможно, старайтесь пользоваться списками смежности в реальной жизни. Так, я стираю это вот, чтобы снова у питона есть такая библиотека, она не относится к стандартным библиотекам, но она очень популярна, она входит в skype, и синтегрирована с matplot.ly. Называется network.x. Это библиотека, в которой есть, во-первых, а, готовый объект для хранения графа, который внутри представляет из себя фактически словарь множества. Ну, с некоторыми наворотами. Там навороты еще классные приделаны, но фактически, если вам нужно будет навернуть слегка, да, то вот просто import network.x, SNX, например, и, пожалуйста, можно пользоваться там объектом графа, и еще в network.x встроены некоторые хорошие алгоритмы. Чтобы не реализовывать их самому руками, можно взять, опять же, еще раз, воспользоваться просто стандартным велосипедом, да, вот эти вот, там, D-Extra, еще будет D-Extra, вы должны узнать сейчас, что такое D-Extra, и как вы сможете пользоваться. Поэтому, конечно, я его реализую сам. То есть, я эту библиотеку не буду вам рассказывать на лекции, но не упомянуть не могу. По-моему, у нас будет лабораторная работа, в этом семестре не контролируя ход, что там у вас идет, но должна быть, она была в том году, наверняка, в этом году тоже ее поставят на NetworkX, чтобы вы знали, как выглядело. Это все к тому, что списки смежности хороши. Итак, давайте с вами считаем, подаваемый формат, подачи. Мне вначале дадут количество вершин и количество ребер. То есть, порядок и размер. А затем, затем будет следовать, у меня будет следовать M строк, в каждой из которых будет что-то написано. Например, А, Б, Б, С, Б, Д и так далее. Через пробел. Я сейчас договариваюсь, поскольку я решаю задачку, договариваюсь в формате подачи входных дам. Итак, как я буду готовиться к этому делу? Как только я узнаю M и N, как только я узнаю M и N, а как я их узнаю? M, N равно IN от X for X IN B и B клип. Но они, естественно, натуральные, не может быть порядок и размер, не натуральные. Считал порядок и размер, и теперь for, ага, стоп, не торопимся, надо заготовить ту структуру, в которую я буду запихивать. Первое мое сейчас будет решение, какое? Я буду заполнять структуру матрицы смежности A. Да? И я договорился о том, что мне не очень удобно будет работать с именованными вершинами матрицы смежности. Ну, давайте уж научимся, раз уж мы хотим. Давайте уж научимся. Значит, мне нужно будет ввести эти самые V, список и индекс. Итак, ну, индекс, в смысле, словарь, вот я создаю V, список. Реально, на самом деле, этот список, он у меня разрастется до размера N, и я заранее это знаю. Поэтому, хотя я не знаю название вершин, в принципе, я могу тут выделить так, по книге, не знаю, нам, умножить на N, и я сейчас туда буду забивать значение. А вот со словарем я так сделать не смогу, да, индекс я сейчас сделаю как пустой словарь. Две фигурные скобочки напоминают, это пустой словарь. Ну, или дикт с круглыми скобочками как круглые слова тоже даст пустой словарь. И самая главная матрица А. Я ее заготовлю заранее, потому что двумерный массив динамически расширять очень неудобно. Одномерный еще ладно, двумерный возня. Я же знаю уже размер, да? N, количество вершин, порядок графов. Соответственно, я заготавливаю и говорю, у меня там будут сейчас нули по N штук. Поскольку сейчас с клавиатуры поступают не номера вершин, а названия вершин, то я не буду делать сейчас эффективную нулевую страху, она мне не нужна, то есть у меня вершина будет от нуля до минус одного, то есть это будет комфортно это использование. Понятно? Поэтому в данном случае я не делаю умножить на N-1, я просто умножаю на N, так и мне нужно это дело сделать N раз. Вычислить вот эту штуку, N раз, вставить ее в список таких списков. я вам рассказывал, почему нельзя написать 0 умножить на N, закрыть скобки и написать умножить на N. Из-за ссылочной модели, из-за того, что реально содержимое внутренне будет вычислено один раз, у нас возникнет матриц, в которой все строки суть одна строка. А так у меня это будет действительно каждый раз перевычислено, то есть создано N штук вот таких вот списков, состоящих из N нулей. Все? Супер! То есть я заготовил матрицу и сейчас в ней что сказано? Что никто, никому не сосед. Одну минуточку. Алексей, у меня прямо сейчас лекция. до 13.45, если бы позвонил. Ой, я боюсь, что уже нет. Жаль. Я тебе все равно позвоню. Давай пока. Так, поехали. А теперь начинаем бежать по этим парам и просто отмечать, где кто есть. Поехали. For, соответственно, I in range N. Первую утиль, что мне надо считать? Мне надо считать название двух вершин. Да, соответственно, V1, V2. V1, V2 равно input split. Я их считываю как строки. Дальше. Мне надо добавить информацию о вершинах V1 и V2 в мою структуру V и в структуру индекс. Правильно? Причем, как я буду спрашивать факт того, что они у меня отсутствуют? Это проще всего спрашивать у индекса, поскольку он, являясь словарем, имеет множество ключей и еще и удобно про него спрашивать. То есть, я могу спрашивать if, соответственно, V1 not in мне так удобнее будет спросить. Not in index что это значит? Фактически, это будет значить, что вершина V1 не проиндексирована. Очень удобно читать. Правильно? То есть, она у нас еще просто не вошла. Неизвестная вершина появилась в первый раз в этом ребре. Я ее вношу к себе в V до V точка ипен а, ипен, прошу прощения. Ах ты, щелки-палки. Слушайте, мне, пожалуй, придется все-таки здесь отказаться. Наверное. мне надо запомнить текущее количество вершин, оно будет ее индексом, а ее запендить в конец. Я, пожалуй, откажусь от n умножить на n вот здесь вот. Иначе мне просто непонятно будет, где хранить текущий... а, лен-индекс можно спрашивать. Честно сказать, не знаю. Давайте я оставлю пустой список и буду ее вот ипенить. все по-другому. А ипенда V1 знаете, я одну вещь сейчас, чтобы сократить сократить код, я вам покажу еще одну вещь. Потому что мне же нужно это будет сделать и с вершиной V1 и с вершиной V2. Правильно? Да? То есть мне нужно проиндексировать и одну, и другую. поэтому я по-другому сейчас сделаю. Простите, пожалуйста, зачеркните, если вам не сложно. Я хочу сделать эту операцию индексирования и с вершиной V1 и с вершиной V2. Поэтому я говорю for V in V1 запятая V2 то есть я делаю маленький цикл for по двум вершинам значениям строк вершин. и V соответственно принимает значение в начале и теперь вот тут я уже спрашиваю if V not in index что я делаю? Я говорю V большая точка append append V а в индекс я что добавляю? Ее индекс учитывая, что количество элементов равно максимальному индексу минус 1 плюс 1 то ее индекс будет равен а лен V после добавления лен V минус 1 поэтому что я скажу что я добавляю в индекс индекс от V в словаре очень просто добавлять мы просто присваиваем и все индекс от V я кладу равно чему? лен от V большое минус 1 будьте аккуратны с V маленьким V большим это V большое это V большое а это V это все с индексированием сейчас связано все я внес запомнил какому индексу соответствует название названию индекс и все очень просто вот здесь вот здесь теперь что я делаю? мне нужна информация о V1 V2 репре ой стоп вот здесь информацию об этом репре V1 V2 внести в матрицу смежности А как я это сделаю? я просто скажу V1 индекс мне нужно V2 индекс вот туда прописать я сделаю но мне же нужно их добыть поэтому я сделаю так V1 подчеркивание I это что? это индекс от вершины V1 ой простите квадратными скобками да V2 подчеркивание I это индекс от вершины V2 простите за весь этот вот за все эти трудности и после этого два простых действия если граф ориентированный и это сказано в условии то одно действие соответственно A V1 подчеркивание I равно ой простите A V1 I вторая квадратная скобка V2 подчеркивание I равно 1 то есть я отмечаю факт такое ребро есть я сейчас считаю что граф простой то есть у меня по одному ребро если есть то по одному кратных ребер нет но если вдруг это мультиграф в котором можно сделать несколько ребер непростой граф то плюс равно 1 я все таки буду считать что граф простой если граф не ориентированный то факт наличия ребра я должен отметить два раза для вот такого положения индексов и для вот такого положения индексов то есть соответственно A вот V2 I V1 подчеркивание I тоже равно 1 если вам в условии будут давать вершины не с названиями а просто сразу индексами да еще и от 0 до N минус 1 то вот этой всей свистопляски вам не надо тогда V1 V2 это просто числа и вы просто сразу вот так A V1 V2 равно 1 и все то есть вот их только int input ну в смысле вот так сделаете int x for x input split добавим V2 и раз все ну я сделал сразу послушную увидели да но все нормально мы загнали всю информацию о ребрах вот когда закончится вот этот цикл for вся информация о ребрах будет храниться в списке матрицы так вперед с песнями ускоряемся надо написать аналогичное считывание для чего списков смежности формат ввода точно такой же мне чтобы это попало на камеру хочется доработать это здесь же успели переписать кто не успел поднимите руку молодцы так ну что я не сотру сейчас только первую строку все остальное я сотру пока напишите еще раз первую строку и так подготовка в этом случае к циклу считывания очень проста а завести себя пустой словарь как это пустой граф фактически дальше пошло считывание для и in range n v1, v2 равно input split и сразу пихаем в g но как пихаем в g мне надо аккуратно обойти ситуацию создания пустого словаря когда словарь нужно новый создать и другая ситуация когда я это делаю к словарю то есть фактически это будет действительно ситуация когда вершины либо еще вообще нету да в моем графе то есть она первый раз появилась тогда для нее просто нужно будет сказать а тогда твой список смежности это пустой словарь а нет сразу не пустой сразу вторая вершинка к ним да а если такая была тогда будет звучать команда метод точка это к ее конкретному словарю который уже есть к ее прошу прощения множе как мне это сделать так чтобы сделать это и для v1 v2 и для v2 v1 как это сделать знаете очень интересно я сейчас сделаю я сделаю цикл форм который будет бежать двумя переменными это сократит мне написание текста потому что мне нужно сейчас написать будет один раз и еще раз тот же самый текст только переставить в один в два местами везде я не хочу дублировать себя я хочу написать код в стиле drive знаете вот такой есть стиль программирования drive слышали про него don't repeat yourself don't repeat yourself ему противоставляется стиль программирования который называется wet называется we enjoy typing итак я сейчас сделаю v и u вершинки которые будут пробегать по списку кортежей v1 v2 и v2 v1 то есть я по сути пробегу и смотрите вот так for v запятая u а я показывал что вообще for с двумя переменами работает а нет никогда ну давайте вот тут у меня немножко место есть я покажу что это значит вот смотрите у меня допустим есть список а нет ну это в первом семействе должно было быть и у меня есть например 1 запятая а запятая 2 запятая b ну или неважно вообще что там могут быть разные типы это что вы знаете да и так далее 3 запятая c и так далее список пар я по такому списку пар могу бежать вот ну вы знаете если бы там было значение одно то я бежал бы for x in a правильно а тут я могу бежать так бежать с распаковкой кортежей сразу по списку без индексов for x запятая y in a так не знаю print y запятая x или там ну что хочу могу делать или y умножить на x если я уверен что это число строка и число поняли что происходит это очень красиво удобно и компактно читабельно сразу понятно хотя вы еще не знаете как это устроено но это легко устроено главное требование чтобы каждый элемент вот этого итерируемого объекта потому что это не обязательно список на самом деле совершенно не обязательно может быть кортеж это может быть map это может быть такая хрень которая называется enumerate мне очень нравится enumerate есть штука такая которая убедит взять и пронумеровать итерируемый объект только она раздает ему от нуля 0 1 2 вот абсолютно аналогичную штуку я могу создать да еще и не хранимую в памяти не надо хранить длиннючий список вот у меня есть строка abc я хочу пробежаться вот так вот по индексам вот так смотрите я аналог прям тут напишу и тоже назову буквой а а равно enumerate пронумеруй enumerate строку abc она вернет нечто похожее на вот это по крайней мере по итерированию вот так x y in a вот где a это будет enumerate оно будет происходить точно так же и более того этим enumerate часто пользуются сразу именно в цикле for то есть как бы у меня есть некий объект который у меня не имеет индексов множества например у него нет индексов там элементы можно по порядку доставать но индексов у элементов нет в этом случае я что могу сделать я говорю for e x enumerate a где a это множество и будет у меня выдавать по порядку номера итерации фактически нулевая ну не номера итерации индекс итерации номер итерации минус 1 0, 1, 2 и так далее а x будет собственно элементом a очень удобно этим пользоваться запомните запишите себе в help и потом посмотрите что такое enumerate enumerate пронумеровать так вот ладно но сейчас не о нем речь конечно же а речь я тут сотру слегка чтобы мне не мешало писать программный код считывания списка смежности в списке списка ребер в списке смежности и так for v запятая u in что картежики список картежиков v1 v2 запятая v2 v1 я могу не брать это в квадратные скобки не в квадратные не в круглые поняли сейчас что я сделал да у меня в этом цикле будет две итерации в первой итерации v это будет v1 а у это v2 на второй итерации v это будет v2 а у v1 мне сейчас не придется повторять программный код читабельно так и что я пишу я хочу сейчас проверить про вершину v добавляется ли она в первый раз про вершину v мне это сейчас знать не надо что я говорю если у меня когда она не является тогда я буду добавлять новые слова новое прошу прощения новое множество if v not in g если вершина v не в граф если бы еще g написал словом в граф то вообще было бы if v if vertex not in graph v if vertex not in graph что я делаю тогда я говорю граф от вертекс равно и даю сюда множество содержащее одну вершину u это ее единственный сосед сейчас да ну раз такое ребро попалось да то вот сосед а иначе вот иначе значит такая вершина уже есть в графе тогда что я говорю тогда g от v это уже существующее множество и к нему надо просто добавить вершинку u тогда g от v точка то есть я обращаюсь к этому объекту я туда говорю добавь пожалуйста вершинку u ну естественно что это действие слишком обратно я вот поэтому и расписываю выясняю она вообще у меня в графе не в графе вершинка u на этом тело цикла заканчивается вот к моменту когда цикл от for внешне закончится я считаю полностью информацию в списке смежности согласитесь что вот это вот еще и читабельно на питоне то есть даже сам факт добавления вот эта вот строка она просто завораживает их вертекс not in graph да просто песня поэтому я и говорю вот эта форма хранения она очень удобна она еще и асимпатически эффективна считали да как мне ладно слушайте у меня время окончается а мне надо еще успеть поговорить с вами про альтернативную форму хранения списков смежности чем плохи чем плохи питоновские структуры данных типа списков смежности оказывается есть у них минус дело в том что питоновские структуры данных типа множества или сет они требовательны к памяти и я все время тут говорил в прошлый раз не в позапрошлый раз когда я разговаривал про множество словарей я говорил ребята допустим памяти сколько угодно а нам сейчас асимптотику от единицы главное от единицы слушайте ну нельзя же вот совсем это пренебрегать память у компьютеров все-таки ограничена для работы нормальной работы с множеством или со словарем надо чтобы они хотя бы помещались в память одного персонального компьютера чтобы они не было распределенное множество на много компьютеров как это поддерживать все-таки хотелось бы чтобы это было разумно и оказывается что несмотря на то что форма списка смешности хороша но эти структуры данных они настолько много памяти кушают что приходится иногда от них отказываться возникает вопрос как же тогда можно оставить форму списка смешности но хранить как-нибудь так чтобы сама структура хранимая была простая тривиальная оказывается можно но будет очень важное замечание такая форма хранения подходит для графов фиксированных константных то есть если я хочу сохранить граф в файле считать его например в память и поработать с ним с вот этой структурой то то есть я что-то придем выяснить условно справочное при этом я не буду переделывать граф на ходу не буду добавлять ребра удалять ребра да вот в этом случае вот эта структура данных компактные списки смежности да она будет хорошо работать итак компактный или компактное хранение списков смежности для неизменного графа неизменяю сейчас одну минуточку в чем идея главная давайте сейчас во-первых сразу откажемся от хранения от хранения имен только индекса только индекса раз и от нуля и допустим у меня есть списки я сейчас вначале напишу слева сами списки смежности привычную форму а потом напишу вот эту самую нулю итак допустим у меня есть некие вершины 0 1 2 3 4 0 1 2 3 а вот так вот еще и вершинка 4 например связана с вершинкой 3 вот такой вот граф 0 1 2 3 4 как у меня будут выглядеть списки смежности у меня для вершины 0 у меня будет 1 для вершины 1 у меня будет кто 0 2 3 0 2 3 для вершины 2 это кто это 1 3 это 1 2 4 и для вершины 4 это вершина правильно я сейчас не буду это обрамлять мне это не надо потому что хранить как раз я буду в другой форме а теперь возьмем и для простоты для простоты все вот эти вот вершины все эти списки сохраним в одном списке сквозняков вот я сейчас хотел бы чтобы это соответствовало если вдруг у вас будет эта лабораторная работа чтобы это соответствовало название опа Эджес, да. Эджес он тут называется. Не знаю, почему, честно сказать. Ну, как есть. Рёбра так рёбра. Не знаю, почему называется рёбра. Итак, вот я говорю. Эджес. И я возьму и запихаю туда просто всё сквозняком. 1, 0, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 4, 3. В чём фишка? Дело в том, что есть, в питоне есть массивы на самом деле. И хотя я тут пользуюсь списком, можно на самом деле воспользоваться массивом, да ещё и не с интом, который инт питоновский, а воспользоваться доступом к интеджеру фиксированной длины, сколько-то битов, 16 битов, ну, мне же реально не нужно от индекса вершины, мне не нужно того, чтобы она была у нас сколь угодно большой. Ну, питоновский инт, он же у нас что? Переменной длины, произвольной длины. Поэтому инт занимает не менее 28 байт в памяти. Понимаете? А реально мне может быть достаточно двух байтов на хранение. И есть такие структуры данных, можно через там Numpy или просто через Array. Есть стандартный модуль Array, в котором можно создать структуру данных Array, массив, с конкретным типом хранимых элементов. Она именно бессылочная, настоящая массивная. Но я не буду сейчас это всё вводить. Это, вот вы посмотрите, будет лапа. Вот там вы посмотрите на этот Array. А так принципиальную логику хранения надо понять. Итак, что сразу возникло? Возник бардак. Теперь непонятно, где что начинается, где заканчивается. Оказывается, достаточно ввести такую штуку, как offset. Offset. Да, или off... Да, нет, просто offset. Что это будет такое? Это будет у меня список, в котором будут указаны индексы. Сейчас, одну чкуточку. Индексы будут указаны смещений, начало списка для каждой вершины. Для каждой вершины, для каждого индекса. Вот у offset, если тут всё непонятно, кто где хранится, то у offset, у него it-offset, это начало списка смежности для it-вершины. Понятно? Сейчас я поясню. Давайте напишем, что здесь вот. Offset. Ладно, и давайте вот здесь напишем. Прямо тут вначале напишем. Offset it-tire. Начало списка смежности it-вершины. и it-вершины. Соответственно, как мы можем пользоваться этим offset? Да, ну давайте его конкретно запишем для нашего графа. Offset наш. Как он будет выглядеть? Для вершины 0, ее начало... А, индексы давайте пропишем. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Значит, для нулевой вершины 0. Для первой вершины 1. Для вершины 2 у меня кто? Вот эта вот единичка. У нее индекс 4. Поэтому 4 смещение списка смежности второй вершины. Ее надо искать, начиная с четвертой. Дальше. Для вершины 3, это где 1, 2, 4. Значит, вот тут 6 для нее смещение начало. Для вершины 4, это вот эта троечка. Соответственно, там говорит, что индекс 9 смещение. Но оказывается, надо сюда добавить еще одну штучку. Это, ну что, просто работает. Это общий размер, да, указывающий на несуществующий индекс. Ну, мы в него на самом деле лазить и не будем. Да, вот этот 10. Да, то есть, вот это фиктивный offset для следующей вершины. Почему это важно? Да, потому что реальный список смежности, да, список смежности в этом случае будет находиться где? Лежит где? В edges. Под лов-сет литой срез конец среза лов-сет и плюс 1. Понятно? То есть, хочу список смежности вершины 1. Пожалуйста, вот он. Да, громоздковато записывается, но реально зато не громоздко в памяти хранится. Ну, вот это последнее сложное, что мне нужно было показать. При этом, естественно, удлинять, да вставлять в какой-то из списков что-то становится невозможно практически. Поэтому в этой форме его только хранить. Все, на этом все на сегодня. Спасибо, до свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вам спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ